Одно из самых распространенных желаний людей — привлечь в свою жизнь партнера. Но независимо от того, пытаемся ли мы привлечь человека, место или вещь, мы все равно действуем в рамках одной и той же системы истины. Давайте рассмотрим эту систему. Первое. Независимо от того, что мы пытаемся привлечь или создать, мы делаем это сначала через мысль. Второе. Используя ясное намерение и возвышенные эмоции, мы создаем вибрационное соответствие между нашей энергией и опытом, который уже существует в квантовом поле. Третье. Эта повышенная энергия привлекает события и обстоятельства, равные нашему намерению. Разница заключается в том, что, создавая идеального партнера, ключевым моментом является нахождение кого-то, кто разделяет те же цели и ценности. Полярность двух зарядов создает союз. Вы можете быть с человеком, который полностью левополушарный, а вы правополушарный. Он может быть интровертом, а вы экстравертом. Или вы можете любить природу, а он предпочитать оставаться дома. Разделять одни и те же интересы приятно, но при создании партнера важно встретиться на уровне, движимом целью, будь то духовная эволюция, любовь к природе или путешествия, желание создать семью и так далее. Если у вас есть цель, основанная на намерении, вы с большей вероятностью создадите кого-то, кто соответствует этой цели и намерению. Тогда, даже если они во многом противоположны вам, они дополняют вас. Две половинки составляют целое, и именно так работают великие отношения. Любовь — это союз полярностей. Создание этого вибрационного соответствия похоже на строительство вашего дома. Вам нужно заложить фундамент и знать, какие материалы вы хотите использовать. В этом случае материалами являются качества и характеристики человека, которого вы ищете. Вы ищете кого-то доброго, нежного, сладкого, сильного, решительного, целеустремленного, волевого. Каковы бы ни были эти качества, они на самом деле являются опытом, который вы выбираете из поля. Где многие люди ошибаются, так это в том, что они начинают создавать отношения на основе того, что уже испытали, и поэтому думают в терминах того, чего не хотят. Я не хочу, чтобы кто-то был бедным, незрелым, собственником и так далее. Так вот, когда вы заявляете Вселенной о том, чего не хотите, что уже есть у вас, вы помещаете то же самое вибрационное соответствие в поле. Что вы действительно хотите сказать, так это то, что вы хотите. Я хочу испытать кого-то, кто зрелый, мудрый и дает мне свободу стать своим высшим потенциалом. У некоторых людей есть склонность убегать от любви, потому что в их опыте любовь была болезненной. Это понимание основано на прошлом опыте, который, как мы должны согласиться, является известным. Многие из нас предпочли бы держаться за известную идею о том, что любовь болезненна, истощает и так далее, и подсознательно быть готовыми к худшему исходу, вместо того, чтобы рисковать возможностью неизвестного. Если вы постоянно живете в известном и создаете свое будущее из прошлого, то вы не доверяете будущему, которое создаете, и, следовательно, не получите новых опытов. Что нам нужно помнить в этой великой загадке, так это то, что, помещая мысль и вибрацию того, чего вы действительно хотите, в поле, это похоже на то, как бросить камень в пруд. С того момента, как камень погружается под поверхность, волна распространяется во все стороны. Когда эта волна достигает края пруда, она отражается обратно. Дело в том, что в этой метафорической реальности мы никогда не знаем наверняка, насколько велик пруд, и именно здесь, на первый план, выходят доверие и смирение. Ожидая, когда эта волна вернется к вам, вашей целью должно быть повышение собственной вибрации как можно выше, потому что, когда вы влюблены в себя и в жизнь, которую вы создаете, вы будете менее нуждающимся и более привлекательным. Когда ваше представление о любви больше не основано на зависимости, вы не действуете из ограниченных эмоций, а это значит, что вы естественным образом принесете большую, заботливую, дающую энергию своему партнеру. Это потому, что вы более цельны, и таким образом вы встретите свою пару. Для тех, кто уже находится в отношениях, приложите усилия, чтобы проявить себя как человек, которым вы хотите, чтобы был ваш партнер. Если вы практикуете быть цельным, счастливым, дающим, безусловно, любящим и творческим, и это лишь некоторые из них, вы создаете новые отношения с тем же человеком, проявляя себя как новый человек. Это дает вашему партнеру больше возможностей отпустить прошлое, увидеть вас с новой точки зрения и, таким образом, снова сильнее влюбиться в вас, а вы в него. Вот секрет здоровых, долгих отношений. Влюбляться в одного и того же человека снова и снова. Чтобы вступить в какие-либо отношения, вам придется согласиться с тем, что первым шагом является желание быть в отношениях. Если ваше сердце не в отношениях, это не сработает, потому что по самой своей природе отношения сосредоточены на сердце. Чтобы иметь успешные отношения, вам нужно четко понимать, чего вы хотите от этих отношений, а также, кем вы готовы быть или стать. В конце концов, отношения — это партнерство. Это улица с двусторонним движением. Кроме того, вы должны верить, что достойны тех отношений, которые ищете, и должны быть готовы уделять время и внимание их созданию и развитию. Например, вы не можете иметь отношения с кем-то в течение одного дня и ожидать, что он будет рядом с вами все время. Вы должны быть готовы вкладывать время и энергию в создание любящих и доверительных отношений. Алхимия этой работы — преодоление себя и своих ограниченных эмоций. Если мы делаем это правильно, создаем возвышенные эмоции и уходим с пути самих себя, мы обнаружим, что нужные люди и вещи, которые мы создали, подключившись к полю, появятся тогда и там, где мы меньше всего этого ожидаем. И разве это не весело? Это союз, заключенный на небесах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok